Друзья, всем привет! С вами снова я, Елена. И у нас сегодня с вами огромная распаковка. Ой! Просто гигантский пакет. Пакет очень тяжелый. Здесь больше 3 килограммов, почти 4 килограмма. И посылка мне пришла от компании Новое Кимоно из Иваново, Ивановская область. Единственный такой минус, сразу хочу озвучить. Когда я сделала заказ, я понятия не имела, что происходит с моим заказом. То есть, когда утвердились все модели, что все есть в наличии и все мне отправится, после этого я понятия не имела, что происходит с заказом. То есть, его отправили или нет. Я думала, мне пришлют штрих-код для отслеживания, но его так и не прислали. То есть, где-то, наверное, около двух недель я была в неведении. И потом просто получила уведомление с почты, что меня ждет посылка. Вот. И это, наверное, пока что единственный минус. То есть, я не знала, принят мой заказ или нет. Вообще. Так, давайте с вами открывать. То есть, сколько он шел, я понятия не имею, когда его отправили. И, по идее, это можно где-то посмотреть на упаковке, на почтовой. Но здесь нет никаких печатей. То есть, какого числа оно было отправлено, тоже непонятно. Вот. Вроде как, конец апреля. Сейчас у нас начало мая. Ну, я не знаю. Просто очень трудно сориентироваться, сколько все-таки посылка шла. Вот. И давайте ее распакуем. Ой. Здесь просто огромный мешок. Очень тяжелый. Здесь текстильный центр Иванова. Наверное, их какой-то фирменный пакет. Сейчас просто распакую. Потом не переключайтесь. Дальше покажу все вещи поближе. И в конце будет примерка. Так. Все очень аккуратно. Пере... Перемотано. Так. Первое. Я заказала тапочки. Кстати, никакого... Так. Сейчас. Никакой накладной я что-то не вижу. То есть... Накладной никакой нету. Ладно. В общем. Заказала тапочки. Вообще, они идут как мужские. Но я взяла себе на зиму. У меня мерзнут ноги. И, в общем-то, я люблю мягкие тапочки. Поэтому взяла. Здесь размер 40-45. Они идут мужские. Такие плюшевые синие тапочки. В общем-то, ничего такого. Нитки не торчат. Сделаны очень аккуратно. По периметру они прошиты. То есть, вот эта пенная подошва, она пришита к ткани сверху. Не приклеена. Вот. Очень аккуратненько сделана. Они очень мягенькие. Внутри они, кстати, не пушистые. То есть, вот там внутри такая просто трикотажная ткань. Пушистая, но только снаружи. И стелька пушистая. Пушистая. Дальше. Так. Дальше у нас, ой, идет такой костюм. Костюм женский. С цветочками. Сейчас посмотрим. Вообще, я хотела... По-моему, это те как раз костюмы, которые были заменены. То есть, я сама выбрала... Изначально я выбирала другую модель, но ее не было в наличии. Поэтому пришлось выбрать что-то другое. Так. Тут идут штанишки. Такие бриджи. Пестрые. Тоже все достаточно хорошего качества. Нитки, на первый взгляд, не торчат. Очень аккуратно. Ткань, кстати, не тянется. Ну, очень-очень... Очень-очень чуть-чуть. Тянется. Резинка сверху вполне себе такая упругая. Хорошая. Небольшое количество ниточек. Просто не заправлено внутрь. Ну, ткань натуральный хлопок. И, мне кажется, на лето как раз потеть ничего не будет. Все будет замечательно. Так. И вот такая кофточка. Она просто огромная. Ну, посмотрим в примерке. Будет она как сидеть. Здесь короткий рукавчик. Спинка такая же, как штанишки. И спереди такой вот рисунок. Рисунок это наклейка. И она как будто бы в... Под температурой как бы впечатана в ткань. Но она чувствуется, что это наклейка. Она такая немножко резиновая. Вот. Но думаю, что надолго ее хватит. Не должна она вот стираться. Как-то... Так. Куда пока откладывать? Там, дальше... Дальше вот такой костюмчик. И это костюм у нас женский. Здесь 72% хлопка, 20% полиэстера и 8% эластана. Насколько я помню, это спортивный костюм. Это тоже костюм был на замену. То есть, изначально я выбрала другую модель, но ее не было. Вот. И поэтому я выбрала эту модель. Так. Здесь вот такие вот... Такого какого-то небесно-пятнистого оттенка расцветки штаны. Они длинные. Сверху широкая резинка. Кстати, не такая упругая, как на предыдущем костюме. И внизу нету никакой резинки. То есть, просто обычные штанишки. Ну, тоже они не слишком тянутся. Так, в средне, скажем. Ну, для тех, кто любит очень сильный стрейч, это вообще не стрейч. Так. И сверху вот такая курточка. Мне нравится, что она на молнии. И тут есть кармашки. Рукавчик длинный. Спереди вот такие цветочки. И сзади вот так вот надпись. Вот. Немножко она, знаете, похожа на пижаму. Вот. И еще сзади есть такой разрезик. Сейчас попробую показать. Внизу есть такой разрез. Можно завязочки завязать, можно не завязывать. Довольно плотная ткань. Я думала, что она будет более плотная такая, знаете, ну, прям вот совсем спортивная. Нет, она совсем не похожа на спортивную. Вот. Ну, посмотрим на примерки опять же, что... Что будет как сидит. Сейчас говорить сложно. Так. Дальше вещи связаны вместе. Поскольку все выбиралось единовременно. Ну, так. Связаны они не очень плотно. О, какой-то такой... Знаете, у меня все вещи синие. Вот что значит, человек любит синий цвет. Ой, что-то упало. Так. И связано было все веревочкой такой. Я думаю, что это... А, нет, это просто обрезок. Ну, кстати, пригодится. Так. Да, вот знаете, я сейчас посмотрела, у меня все вещи... Все вещи синие. Вот просто все вещи синие. Как-то я когда выбирала, не думала, что у меня все вещи будут синие. Не обращала на это внимания. Так. Костюм женский. Сто процентный хлопок. Так. Это, по-моему, у меня мама заказывала. Точнее, я заказывала для мамы. А, кстати, да, я не сказала, часть вещей я заказывала для мамы, а часть вещей себе. Ну, примерка будет вся на мне, потому что мама стесняется. Так. Здесь у нас такие бриджи. Такого приятного синего цвета, пестрый такой, непонятный. Вот. Резинка довольно свободная. Внизу ничего нету. То есть, просто обычная подгибка. Кстати, почему-то прострочка белыми нитками. Я бы голубыми сделала. Здесь вот ткань, я бы сказала, что стрейч, она чуть-чуть тянется. Ну, вот, почему-то вся отстрочка белыми нитками. Ну, это не недостаток просто. Ну, так сшили, я бы сделала голубыми. Вот. Может быть, это как-то обусловлено тем, что на маечке есть рисунок белый. Вот. Рисунок вот такой вот. Есть кармашки. Довольно большие. Вот. Очень приятная ткань, такая легкая. Все довольно аккуратненько, ничего не торчит. Даже на шовчик, на швах, где вот подмышка, боковой шов уходит в подмышечную впадину. Тут даже ничего не торчит. Все аккуратненько заправлено. На каждой модели есть лейбл и есть наклеечка с полным описанием модели. Это очень круто. Не на каждой вещи, которую покупаешь в магазине, есть такое. Так. Дальше. Сейчас. Костюм идет. Опять синий. Значит, костюм женский. Да, это тоже, наверное, для мамы. Честно говоря, я уже точно не помню, какие модели я заказывала. Так. Тоже здесь идут пестрые штанишки, то он уже чуть потемнее, чем предыдущий был голубой, этот синий. Но, что странно, здесь тоже отстрочка белая идет. Возможно, это обусловлено тем, что на маечке белый рисунок, это как отделка, чтобы сочеталось. Ну, я бы сделала синими нитками. Просто это мое мнение. Так. Маечка вот такая. Вот она, кстати, короче предыдущей, мне так кажется. Здесь тоже есть кармашки и по стилю она похожа. Внешне все аккуратненько. Так. Дальше. Дальше у нас идет леггинсы. По-моему, это тоже мама заказывала. Честно говоря, просто я леггинсы не очень люблю. Как-то я их никогда не носила и не знаю. Мне они не очень нравятся. Довольно упругая резинка. Такая пестрая расцветка. Ткань, кстати, такая, знаете, прохладный. Прохладный трикотаж. Так, сейчас. Здесь у нас 95 полиэстер и 5 эластан. Она довольно приятная. То есть такая прохладная ткань. Мне нравится, когда платье из такой ткани делают. Внизу нет резинки. Внизу просто по ноге. Сама ткань... Так. Сама ткань, ну, довольно-таки тянучая. Так. Внутри они белые. Снаружи рисунок. Так. Следующий. Следующий такой цветочный. Этот выбирала. Да, это мой комплект. Штанишки обычные черные. Такие бриджики довольно свободные. Так. А сверху такая мальчика. Знаете, я когда увидела, просто сразу влюбилась. Поняла, что у меня должен быть такой комплект. Очень красиво сделано. Я не знаю, вот мне нравится вот эта вот система, что бачок, он переходит в кармашек. И когда смотришь на модели, на модели очень потрясающе сидит. Прям фигура выделяется. То, что надо. Есть завязочки, как я люблю. Много завязочек. Вот. В общем, моделька очень интересная. Ткань приятная. Ткань приятная. Хлопок. Тоненькая. Все как надо. Для лета, чтобы дышало все. Без утяжеления. Без такого вот, чтобы не было прям жарко. Летом хочется, чтобы все продувалось. Так, следующая модель у нас костюм женский. Это, по-моему, тоже я себе выбирала. Так, здесь опять же он темно-темный такой, синий, практически черный. Обычные бриджи. Много, кстати, одинаковых костюмов, но это хорошо. Как раз быть модным все лето и все время разное. И вот такая вот маечка с рисунком. Она довольно большая, чтобы проветривалась. Кстати, я думала, что она будет поменьше. Сзади полностью пестрая. Довольно интересная рассветка. Посмотрим на примерке, как будет. Немножко она крупнее. Я думала, что будет поменьше. И осталось у нас две вещи. Вот такие вот бриджи. В цветочек. Какой-то такой интересный формат. Тоже посмотрим все на примерке. Они довольно свободные. Думаю, что будет тоже дышать все. Не будет слишком в облипочку. Цвет мне нравится такой светлый. Вот такая вот маечка с рисунком. Рисунок ненавязчивый. То есть он не забивает все подряд. Тоже здесь идет отделка белой ниткой. Все прострочено. Думаю, что это обусловлено, собственно, белым рисунком. Вот. Тоже все. Посмотрим на примерке. Каждый костюмчик. Так. И последний костюм. Последний синий костюм. Точнее, он не синий. Он такой темно-серый. Это даже не костюм. Это брюки женские. Такие, я бы сказала, спортивные. Или, может быть, просто ходить дома. Широкая резинка. Довольно свободная. Но при этом упругая. Хорошо будут сидеть. Есть дополнительные завязочки. Так. Здесь 72% хлопка. 20% полиэстера. 8% милостана. Они довольно плотные. Есть кармашки. Внизу нет резинки. Обычная подгибка. Вот. Такая была распаковка. Оставайтесь со мной. Посмотрим все на примерке. Может быть, еще что-то вскроется. Но думаю, что нет. Качество довольно хорошее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА